Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Здесь, в Республиканском центре экологии и краеведения, райский островок посреди города Минска, где обучаются талантливые дети, интересующиеся экологией, биологией, различными отраслями биологической науки, у нас здесь имеется значительная коллекция роз. Я не являюсь профессиональным таким выращивателем роз, но являюсь большим любителем, любителем выращивать розы, ухаживать за розами и любоваться розами. И у меня есть несколько проверенных жизнью советов, как улучшить перезимовку плетистых роз. Одна из проблем плетистых роз – это необходимость их укладывания, защиты таким образом от повреждения морозами. И иногда для некоторых сортов, а даже для видов многих растений это является проблемой, ну для тех же шпалерных каких-то сортов малины или ежевики, которые бывают очень жесткими в более северных регионах, их тоже укладывают. И вот иногда вот это укладывание является проблемой, потому что стебли хрупкие неэластичны и очень плохо укладываются. Вот как же сделать так, чтобы эти стебли стали более эластичными? Здесь необходимо помнить два важных фактора, которые влияют на эластичность стеблей. Первое – эластичность стеблей уменьшается со временем, поэтому очень важно снять розу со шпалеры, чтобы она естественным образом начала клониться к земле в достаточно ранние сроки. Зачастую снятие со шпалеры роз делают уже после первых заморозков, ну то есть в период, когда уже ее надо уложить. Но лучше всего это сделать за 2-3 недели. Конечно, иногда это сделать невозможно, потому что она будет как-то некрасиво нависать, куда-то там падать, невозможно ходить, где-то там будет мешать каким-то образом. Но что делать тогда, конечно, этот совет не подойдет. Но если он более-менее подходящий, то снимите вашу розу пораньше, чтобы она вот к этому лежачему под собственной тяжестью положению стремилась самостоятельно сама. Второе, что надо помнить, то, что на эластичность самих стеблей очень влияет наличие, накопление там высокого количества сахаров. Накоплению сахаров, и, кстати, они же влияют на перезимовку стеблей, будет способствовать массированная калийная обработка в течение первой половины сентября. И вы сделаете очень хорошую калийную подкормку. Вы можете брать золу, вы можете брать сульфат калия, вы можете брать иные источники калия, но эти два являются наиболее важными такими основными. И обязательно насытьте калием ваши растения. Калий способствует перетеканию сахаров из листьев в стволы, тем самым способствует вот этой самой перезимовке. Ну, столовая ложка сульфата калия на ведро воды и по ведру на средний куст розы, по два на большой крупный. Возьмите 1-2 литра золы, растворите в 10 литрах воды, перемешайте и вылейте это ведро под розу. Это тоже будет хорошей подкормкой. Ну, где-то в первой половине сентября постарайтесь это сделать. Следующее, что очень влияет на эластичность стеблей многих растений, в том числе розы, это, конечно же, марганец как микроэлемент. У нас есть на канале про цветок ролик, посвященный тому, как из марганцовки сделать марганцевое удобрение. И обязательно воспользуйтесь этим советом. И в эти же сроки, когда вы подкармливаете калием, одновременно подкормите магнием, можете смесь сделать. И это будет очень-очень хорошо способствовать лучшей эластичности и лучшей перезимовке. И еще одно, что будет способствовать хорошей перезимовке и эластичности, лучшему укладыванию стеблей, это, конечно же, раннее повреждение листвы. Стресс на листья, повреждение листвы будет способствовать тому, что растения, ну как бы, еще до наступления заморозков, как бы почувствуют, что уже пора листья эти сбрасывать. И начнется активный отток питательных веществ из листьев в стебли. Вот проблемы перезимовки роз, особенно в плетистых, в более северных регионах является то, что когда приходят вот эти стрессовые условия, заморозки, из листьев в питательные вещества, ну попросту не успевают перетечь туда, перейти в стебли, накопиться там и защищать стебли от морозов. Поэтому этот стресс им надо сделать заранее. Поэтому вы можете использовать химические препараты, такие, например, как полуторапроцентный раствор медного купороса, можете использовать двухпроцентный раствор железного купороса. Для того, чтобы обработать ваши растения, вы также можете использовать раствор гипохлорита, натрия, это раствор белизны. Один к трем смешиваете любой хлоросодержащий отбеливатель и обрабатываете ваши розы. Листики должны немножко повредиться от этой обработки, она, кстати, будет способствовать оздоровлению куста, будет хорошей профилактикой подпревания, потому что она уничтожит здесь всевозможные вредные грибки. Но также она даст стресс на листья, тем самым будет способствовать вот этому перетеканию питательных веществ. Что ж, подготовьте вашу плетистую розу именно таким способом, и она очень-очень хорошо перезимует и хорошо уложится, не будет выпривать под укрытием и будет долго-долго радовать вас своим цветением. Простые советы, но эффективное решение. Что ж, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok